Я нарушаю нравственность цинично и при этом не Ромом пока, а Глендронахом 92-го года. Завидуйте. Шикарный напиток. Должно чувство настороженности возникать. Как известно, что это самый лучший способ добиться того, чтобы человек осредотачивался. Он чувствует несправедливость. Если всем хорошо, все справедливо, вы же не будете никак реагировать. Это же чувств не вызывает. А когда наряду, прям на глазах, цинично, да еще Глендронах, да еще 92-го года, да еще вы под объявление, ну куда ж это годится. Мы можем просто и порадоваться за вас. Так вот, значит, сегодня у нас с вами разговор о чувствах. Значит, начинается, как вы понимаете, как сенсорные системы, необходимые для изысканных удовольствий. Дело в том, что на самом деле у нас чувств очень много. Значит, некоторые журналисты говорят о пяти органах чувств, включая астральные. Ну, для них, в общем, достаточно. А для нормального человека характерно около 30 с небольшим органов чувств, если, так сказать, не вдаваться в детали. На самом деле у нас очень много органов чувств, которые мы с вами просто не осознаем, что ими пользуемся. Ну, сейчас я перечислю некоторые, которые вы... А потом перейдем к основным, которые как раз хорошо работают в этом помещении. У нас с вами на самом деле всего-навсего три органа чувства. У нас есть хеморецепторы, фоторецепторы и механорецепторы. Всё. Есть ещё всякие сомнительные вещи, типа рецепторы электромагнитных чувств, но это построено на металлопротеинах. Это тоже, по сути дела, механорецепторы. Больше у нас никаких входов нет. Всё остальное только фильтры. То есть, чем различается рецепторная клетка, любая, тем, что у них есть три модальности. Механика, химия и свет. Всё. Больше никаких вариантов нет. И эффекторных механизмов-то у нас тоже больше никаких почти нет. У нас есть мышцы. И единственное, что ещё существует в природе, это механизм изменения цвета животных. Ну как у нас покраснел, побелел. Ну как доказать, с чем связана реакция? Вы подходите, говорите. Любимый, он краснеет. Это чего? Он от ужаса краснеет? Ну да, или наоборот, от возбуждения. То есть, это довольно трудно понять. И только кальмары, перед размножением, некоторые виды рыб, они, значит, меняют свои активности цвета, потом спариваются и умирают. Но это не самая лучшая судьба, мне кажется. Поэтому, хотя они активно цвет меняют. А всё остальное – это мускулатура. У нас нету больше никаких механизмов сообщить человечеству о себе хоть что-то. Вообще не существует. То есть, у нас эффекторные механизмы – это у нас конкретно мускулатура, больше ничего нет. Ну, ещё там покраснение кожи, ну, это уже не то. Даже, как вы понимаете, сетчатка, то есть, глаз сам реагирует только на изменение освещенности, это тоже мускулатура. Всё, больше ничего. А входных рецепторов всего три типа. Самый древний – обонятельный. Следующий – механический. И самый, так сказать, поздний – это зрение, фоторецептор. Всё остальное – это фильтры. Какие? Сейчас объясню. Вот у нас, например, на каждом пальце, который многие неосторожно запихивают в нос, там или ещё куда, всего около 30 типов рецепторов. Каждый из них на специфическую чувствительность. Кто-то вибрирует только для вибрации, причём в определённом диапазоне. Кто-то – рецептор для давления. Кто-то – рецептор для мелкой, высокочастотной вибрации. Кто-то – для низкочастотной. 30 типов только в пальце. Ну, приведу пример для девушек. У многих у вас есть волосы свои. Они живые и здоровые, как вам говорят, если вы будете пользоваться химическим шампунем. На самом деле они дохлые давным-давно, в момент образования. И никогда живыми не станут, потому что это просто рог. В момент дифференцировки кератиноцитов они просто выталкиваются из волосяной луковицы, и всё. Но, тем не менее, как же вы этими дохлыми рогами, ну, давайте так, по-настоящему, можете почувствовать маленькую муху, которая села? Ведь все же чувствуют, правильно? Это о чём значит? Это значит, что на основании волоса, на волосяной луковице, сидит такой нерв, механорецептор. А волос действует, как длинный рычаг. И у вас опять получается, рычаг этот двигается, а нерв такой чувствительный, что механорецепция и мёртвый рог передаёт вот на такое расстояние о том, что он кто-то сел на голову. То есть, это всё равно механорецептор. Вопрос, какой фильтр? Длинный волос или просто клетка специальная с жидкостью, которая изолирует от вибрации ваш палец? С фоторецепторами то же самое. И хеморецептор, самый древний, то, с чего всё началось. И самое интересное с фоторецепторами – это зрением. Значит, это такое животное, называется как ланцетник. Может быть, кто-то слышал, но я думаю, что никто не слышал. Это такие, ну, у кого есть дача в Неаполе, вы можете легко это наблюдать. Каждую весну они собираются в такие шары, вот такие примерно рыбки. Они живут при дне, а собираются в шары с целью, значит, сделать себе подобных. И у них это обычно хорошо получается. Так вот, это они просто демонстрируют. Такие маленькие рыбки, у которых нет головы. Ничего, китайцы их едят, конечно, они всё едят. Но у них там другие виды. А вот Неаполитанский, он самый симпатичный в Европе, он такой толстенький, симпатичный. Но у него нет головы вообще, и мозга нет. У него идеальная жизнь. То есть, практически он достиг совершенства, не зарабатывая ни рубля, ни доллара. То есть, зачем мозг, если ты можешь каждую весну размножаться, прекрасно жить? То есть, достигнут искомое состояние. Он нам демонстрирует очень важную вещь. Самый древний прообраз фоторецепторов. Это всего лишь одна клетка. Вот она. Эта клетка на самом деле не что иное, как светоприёмник. Вот это. Вот это вот. А вот это вот, пигментная оболочка. Кто-нибудь рыбу сам чистил? Конечно. А, да, замечательно. Слушайте, вот как бы прогресс. Значит, снаружи у рыбы глазки чёрненькие, знаете? Это пигментная петель у человека, если выбрать, они тоже чёрненькие снаружи. Это пигментная петель, которая защищает от переизбытка света. Так вот, у него тоже такая клетка. То есть, весь орган зрения, во-первых, находится, как вы видите, внутри нервной системы. Это хорда, это срез нервной системы, это глаза. Да, он просто маленький, прозрачный. И этот самый древний механизм, фоторецепция, который позволяет ему просто найти направление, туда плыть или сюда, он прячется днём, выплывает ночью. То есть, это самый архаичный способ зрения, на самом деле, который очень близок к нам. Но есть и обратная система, о которой мы можем мечтать. То есть, если бы у нас были такие глаза, то вот центральная нервная система – это глаза. Вы несёте с собой таких две кастрюли, как Капитан Америка, и это у вас глаза. Ну, примерно такое соотношение. Гигантские. Но они реагируют на движение, и очень плохо рыбы понимают, что происходит. То есть, этот гигантский приёмник изображения, он построен на том, чтобы просто видеть, как кто мелькает. Потому что рыбы, на самом деле, общаются между собой, даже в стае, всего двумя органами. Они смотрят мелькание на огромных таких мониторах, как бы. А второе – это боковая линия, поэтому одна рыбка поворачивает, и все остальные поворачивают след за ней, потому что механорецепторы на боку, такая полоска у всех рыбок есть, передают сигналы, и вот они синхронизируются в стае. То есть, всё довольно просто. Это крайние формы зрительных систем. На самом деле, это может проявляться очень по-разному. Вот здесь наш обычный осётр. Ну, это понятно. Это обычная форель. Это для любителей рыболов. Так выглядит мозг у голубого марлина. Ну, знаете, они хохотят, такие длинные, спарусники. Очень любят. Ну, и стерлядь. И обратите внимание, что вот эти пузырики, всё это, на самом деле, отделы мозга, которые занимаются тем, что анализируют те или иные сенсорные сигналы. Вот это акула длиннокрылая, которая очень любит закусывать американскими моряками. Это основной вид пожирающий американских моряков в Тихом океане. Они небольшие, до двух метров стаями, но они, благодаря вот этому гигантскому центру в мозге обоняния, позволяют, и он позволяет им находить на огромном раздании добычу. А с другой стороны, посмотрите на голубого марлина. У него вместо вот этой гигантской машинки для обонятельной, вот таких всего два маленьких выступа. Зато зрение прекрасно развито. Огромные зрительные доли. А здесь их почти не видно. Вот они маленькие. Почему? Ну, потому что, когда вы плывете на скорости 80 км в час и ловите тунца, зачем вам обоняние? Ну, унюхал чего-то, но ты уже уплыл. Ну, то есть, скорость движения – дело бессмысленное. Собственно говоря, это и лежит в основе эволюции зрения, которое много раз испытывало разные метаморфозы. И если подбираться к человеку, то еще Леонардо да Винчи с удовольствием отмечал и зрительную систему, и даже признаки обонятельной. Он же, известно, как известно, любил поковыряться в трупах и пытался разобраться с тем, как это все устроено. У человека все устроено действительно очень интересно. Хотя у рыб, у всех, за исключением ланцетника, у рыб, амфибий, рептилий, у всех млекопитающих, конструкция сетчатки абсолютно одинакова. Есть тонкости, правда. Если мы возьмем глубоководную рыбку, вот, ну, света мало, значит, хрусталик гигантский, глаз длинный. Если сова сумеречная, глаз вот такой, у собаки такой, у мышки сумеречный, хрусталик гигантский, у рыси еще более большой, потому что она ловит мышек. Тоже понятно. То есть нету универсальной конструкции глаз. Более того, сейчас будем об этом говорить, нельзя экстраполировать даже собственные впечатления мужчин на впечатления женщин. Почему? Потому что у женщин, во-первых, сдвинутая чувствительность в желто-зеленый диапазон – это раз. То есть женщины видят не так, как мужчины. И вкуснее там располагаются рецепторы, по-другому расположены на языке. Поэтому договориться иногда бывает трудно. Но, тем не менее, иногда удается. Так вот, дальше фундаментальное свойство нашего зрения, ну, для того, чтобы рассмотреть, что здесь налито, значит, состоит в том, что у нас реальное бинокулярное зрение. То есть мы получаем изображение в оба глаза и видим объект объемным. Этого не у всех есть. Дело в том, что для того, чтобы видеть объект объемным, надо, чтобы в каждое полушарие пришли изображения из левого и правого глаза. То есть вот такая конструкция. То есть когда изображение приходит из правого глаза в левое полушарие, из левого в правое. Ну и примерно пополам. У большинства животных вот такая система. То есть вся картинка формируется одним глазом, с одной стороны, ну и с разными вариациями. И только у небольшого количества, в том числе людей, вот такая конструкция. Большая половина переходит на противоположную сторону. То есть при таком разнообразии, сумеречные и дневные конструкции, сетчатки абсолютно одинаковы. У всех вопрос в элементах. Есть чувствительные к ночи, то есть к серому, а есть цветорецепторы. Причем у нас с вами одни из самых плохих. То есть мы когда-то в нашей истории, когда мы были такими небольшими крысами, ну кто-то на это согласен. Значит у нас зрение почти полностью исчезло и осталось замещенным на палочке. То есть черно-белое зрение. А потом колбочка возникла вторично, когда наши предки стали жить на деревьях. А так конструкция та же самая. Как вы думаете, откуда свет приходит? Вот свет, чувствительный элемент. Свет приходит вот отсюда. То есть свет поступает сюда через тела гонглиозных клеток, амакриновых, биполярных, горизонтальных. Только потом приходит к светочувствительным элементам, пройдя через их тело. Ну и плюс еще опорные крупные тела, клетки глиальные. То есть что получается? Вы видите на самом деле прекрасную картинку. Разглядывая в себя зеркало, вы на самом деле видите изображение примерно такое. Взять кусочек стекла, вот или стаканчик, вот через стаканчик слишком хорошо, и протереть вазелином с двух сторон. Вот такое изображение получается у вас на сетчатке. А все остальное это вы придумываете, исходя из вашего личного богатого опыта. То есть наш мозг дорисовывает все изображение. На самом деле изображение омерзительное. Фотоаппарат смена снимает примерно в тысячу раз лучше, потому что у него и оптика есть, и все такое. А у нас с вами мутноватый хрусталик, такой похожий на желатиновую таблетку, с небольшими прожилками, с массами дефектов. Зато все, что поступает в мозг, обрабатывается так, что мы потом видим мельчайшие детали. На это, кстати, у нас уходит чуть не четверть мозга. И в этом принципиальное отличие. Одни животные видят за счет периферии, то есть за счет глаз. И тогда все очень просто. Как у рыб, лягушек. Прям от глаза в крышу среднего мозга и прямое изображение. Но тогда все решается на уровне светочувствительных элементов. Вот эти вот кружочки, это на самом деле то, что позволяет, например, рептилиям или птицам видеть цвета примерно в сто раз лучше, чем у нас. Еще один вариант – плотность расположения этих клеток. Ну, приведу простой пример. Вот вы видели орлов, которые летают. Он летит на высоте, например, 150 метров. И все говорят, какой он зоркий, как хорошо он видит. Так вот, по сравнению с нами, у него количество элементов в пять раз больше. То есть опускаем его на 30 метров. Уже кое-что видно. Потом у него в середине глаза увеличилка полутора разная. То есть это уже получается 20 метров. Кроме этого, у него светочувствительные элементы имеют масляные линзы. У него цветовой контраст выше в два раза, чем у нас. То есть он уже где-то у нас с вами на 7-8 метрах. Вот, а увеличилка еще ниже. То есть это все равно, что вы видите мышь, когда залезли на стул. Ну, мышь со стула можно увидеть? Можно. То есть он не напрягается. И кроме этого, благодаря вот этим специальным фильтрам, он видит в ультрафиолетовом свете. Поэтому птички летят и видят, например, что у вас на даче созрели яблочки. Ну, можно присесть. А вот если они пролетают и видят, что в ультрафиолете они светятся плохо, они летят дальше. То же самое с орлом. Он же летает, а мышка бегает в траве. А мыши, для того, чтобы не заблудиться, они же бестолковые, они через каждый метр писают. А моча в лучах солнца в темноте флуоресцирует желтым цветом. Поэтому, чтобы орел остался голодным, это надо, чтобы он его охватил в шизофрении. Потому что не поймать в такой ситуации мышь. Когда ты видишь след, вот след виден, флуоресцентный, вот так вот у тебя под ногами. И ты видишь, он заканчивается едой. Ну, то есть это проще, чем в супермаркет сходить. Поэтому, сами понимаете. А у нас этого ничего нет. В чем? А тем не менее, мы видим. Мы видим за счет мозга гигантского, который этим занимается. И здесь фокус. Если большинство животных, в том числе птиц, имеет глаз, хрусталик, изображение, какой предмет, который передается на противоположную сторону, и с другой стороны, у нас не так. Мы же можем определить расстояние до предмета и насладиться не только запахом, но и видом рюмки. Так в чем дело-то? Оказывается, что у нас с вами зрение половинчатое. То есть обе левые половинки приходят в одно полушарие, а обе правые половинки в другое. То есть у нас как бы глаза разделены на две части. Левые и правые половинки. И каждая половинка приходит в свое полушарие. В результате, например, здесь в правом полушарии пришли две половинки. За счет смещения их, а база между глазами около 60 мм, вы определяете расстояние до предмета. Именно поэтому смелые генералы, как вы знаете, смотрят в такие специальные трубы. Они, правда, почему-то такие смелые, что сидят в окопе и смотрят вот так, чтобы не высовываться. Не для этого сделаны вот эти вот гляделки армейские, а для того, чтобы вот так их развести и бинокулярно видеть на большом расстоянии. Тогда высунуться придется. Это опасно. Сами понимаете. Поэтому во всех кинофильмах у нас изображено полное позорище. То есть генерал сидит, и сверху вот такой вот как бы перископ. Это смешно. И как раз определение расстояния, для этого надо увеличивать базу между глазами. с 60 в среднем миллиметров, да, до метра, до двух. И тогда расстояние будет определяться точно. Так вот, у нас поэтому в каждом полушарии собирается только половина изображения. И если человек получает по затылку, там, с тяжелым предметом, то у него упадают половины, а другие половины остаются. И даже расстояние он определять может очень хорошо. Что же у нас с этим самым зрением? Кроме того, этот орган чувств важнейший у нас, ведущая система афферентации, это один из самых изменчивых систем. Один человек видит, что некую красоту или цвет, а другой не видит. Разница составляет 250% по поверхности, а на самом деле около 400% по объему нейронов. Вот здесь у нас с вами 17-е поле, первичное зрительное. И так не надо ничего объяснять, во сколько раз у разных людей оно изменчивое. При этом это не зависит ни от расы, ни от нации, ни от полового деморфизма. А дальтоники? Ну, дальтоники – это особенность генетическая, светочувствительных элементов в глазу. А здесь ли мы идем о другом, все-таки про нормальных людей говорим. У нормальных просто это что означает? Что емкость коры, то есть способность обрабатывать у одного там в 3-4 раза может выше, чем у другого. Да, это изменить нельзя. Нет, это наследственно-генетически, там очень мало чего детерминируется, потому что мы это получаем от родителей, но формируется не в результате прямой работы генов, а из-за особенностей наследственно-семейного морфогенеза. То есть у вашего ребенка, если вы художница, например, может так получиться, что он будет бездарью абсолютно. Потому что это случайный процесс. Да, так у наследования такого в прямом смысле функции мозга, как правило, не наблюдается. Иногда некоторые навыки передаются, но это, как правило, быстрее попытка ребёнка заставить идти по пути родителей. Обычно второе и третье поколения весьма бездарно. Так вот, мы как раз после столь замечательного перерыва переходим к обонянию. Обоняние – это то, чем мы все пользуемся. К нашему счастью, в отличие от зрительной системы, которая нам дана на всю жизнь. Никакие новые клетки в зрительной системе не появляются. Только умирают. Поэтому не портите все глаза. Да, не давайте никому бить вас по затылку. Потому что это одно и то же. Что по глазам, что пуза? Что? С обонянием есть надежда. С обонянием есть большая надежда. Я надеюсь, многие из вас болели ковидом. А раз выжили, значит, вы не спортсмены. Почему? А потому что спортсмены умирают первыми. Решила, смеетесь. Дело в том, что SARS-2, которым все болели, он же действует как? Он действует на иммунную систему. Как? Вирус попадает вам в организм, допонируется где? Поскольку там легочный компонент. Это же искусственная конструкция. Она собрана из четырех частей. Испанка, которую раскопали к седьмому году, 2007-му. И опубликовали об этом статью. Ничего не придумали. В четырнадцатом году американцы сделали SARS, то есть ковид. И опубликовали об этом статью. Статья Medical Nature. Можете почитать. И потом это все перевезли в Китай, где китайцы неумело ели свиней экспериментальных. Ну, то есть воровали и ели. В результате заразились. А поскольку пельмени готовили в ряду, где торговали рептилиями, поэтому вначале все говорят, что это от змей. Что, что? Нет, летучие мыши – это сказки. Просто дело в том, что у летучих мышей есть естественный источник. Но в этом случае мы можем стать естественным источником того, что у нас аналогичных вирусов один из видов на нас паразитирует. Так что мы хуже летучих мышей. На самом деле. Нет, это просто для отвлечения внимания. На самом деле вся история очень проста. Сорос и Гейтс оплатили поиск испанки. Нашли толстенькую тетю на дне могильника на Аляске. Вырезали из нее кусочки. Разослали по лабораториям. Идентифицировали, что это испанка была та самая, которая в Европе внесла 15 миллионов человек. И на ее базе сделали искусственную модель, которая называется SARS-2, совместив для повышения инфекционности с двумя фрагментами спида и атипичной пневмонии 2003 года. Вот и все. А дальше вопрос был только в том, чтобы китайцы это выпустили наружу. Они их выпустили. Но китайцы не может сжечь в крематории свинью шкурку от нее, да, косточки, да, а мясо надо съесть. И пока не доваривали пельмени, все было хорошо. А потом перестали доваривать. Спрос большой. Ну и полетел. Так что все очень просто, на самом деле. Ну вот. И, значит, но для нас интересно другое. То, что при заболевании ковидом обоняние утрачивается. Но потом постепенно восстанавливается. Как же эта штука отрастает? Здесь фундаментальные свойства человеческого обоняния. Дело в том, что у нас обоняние, в общем-то, никудышнее. Мы микросматики. По сравнению с свиньей, который разрез, который здесь нарисован, у нас обонятельная система, вот можно пальцем прикрыть. Это у свиньи. Но именно поэтому мы не можем трюфеля находить. Даже на поводке. Понимаете, да? Кто видел, как их ловят? Как их находят? Обоняние есть. И самое главное в обонянии самые древние рецепторные клетки. Они первично чувствующие. Это что значит? У вас вот здесь сидит по квадратному сантиметру обонятельного эпителия. И эти клетки живут примерно 80-90 дней. А потом, благодаря всяким излишествам разнообразным, не надо нюхать 4-х хлористый углерод. Очень опасно. Бензин, формалина, всякие другие гадости. Ром нюхать нужно. Потому что все, что стимулирует кровообращение, это полезно. Все, что не стимулирует, все вредно. Так вот, они живут 70-80 дней, а потом погибают, и на их смену приходят другие клетки. Поэтому у человека обоняние при известном навыке довольно неплохо восстанавливается. И легкие, кстати говоря, тоже при ковиде. Просто надо суметь прожить года полтора, чтобы те клетки, которые отторгаются собственной иммунной системой, смогли восстановиться. В чем проблема-то ковида? Что чем человек здоровее, чем у него лучше иммунная система, тем быстрее он умрет. Именно поэтому такие ошибки были в начале лечения. Пытались лечить, повышая иммунитет. И быстренько отправляли на кладбище тех самых спортсменов, которые быстро болели. Их иммунный ответ был настолько силен, что начинали отторгаться, то есть фиброз начинал с собственных легких. Отсюда и смертность среди спортсменов. Бомжи умирают очень плохо. А в Китае, сейчас опубликована статистика, полгода назад все пьющие и курящие умирали примерно в 10-20 раз реже. Так что делайте выводы. Насчет здорового образа жизни. Да-да, так и произошло. Я думал, что вообще все зожники кончатся, но как-то остались. Ну вот. Абонятельная система у нас очень древняя. И она очень похожа на то, что есть даже у древних акул, которые появились 700 миллионов лет, в отличие от нас, несчастных, которые появились где-то 300 тысяч лет, в сегодняшнем облике, но 4,5 миллионов лет в виде двуногой фазы. Абоняние все такое же древнее. Дело в том, что мы не можем воспринимать запахи напрямую. Берегите сопли, потому что только через жидкость можно воспринимать запахи. То есть сначала, независимо от всех ваших желаний, молекула должна раствориться в жидкости, а потом только попасть на обонятельные клетки. Они такие нежные, что не могут работать. Я вам объясню. Ваши глаза непрерывно промываются. Каждые 15-20 секунд вы моргаете. Правильно? Хлоп-хлоп. Что дальше происходит? По слезу носовому протоку вся эта ерунда, то есть слезки надливаются куда? В нос. Куда? К органов обоняния. Впоследствии из них получатся хорошие зеленые сопли. Но сначала они увлажняют обонятельные эпители. Через вот это слезоотделение запах входит и воспринимается обонятельными клетками. Берегите обонятельные эпители, потому что он в основном погибает от обезвоживания. То есть хорошая слезливость это полезная вещь. Если сопливых не лучше? Если они не инфекционные. Нет, не надо допускать до инфекционных соплей, но так за этим надо следить. Так вот, но самое ужасное то, что, что? Язык по утрам чистит вредно, да? А зачем? Я сейчас объясню, кому полезно. Значит, дело в том, что здесь существуют всякие варианты, когда проток из назри наружу, две назри, из назри в ротовую полость, но, надеюсь, все макароны из носа доставали. У всех опыт есть такой. Но когда человек неожиданно вдруг начинает смеяться или кашлять, и макароны оказываются в носу, это запросто. У нас ханальный проток. Но самое интересное другое. То, что на самом деле такие штуки очень сложные, они существуют и в животном мире. И есть такой орган, здесь он красненьким нарисован, орган вомероназальный. Для нас с вами это очень важный орган, особенно для девушек. Это орган полового обоняния. Запах вы им не воспринимаете. Но смотрите на молодого человека, особенно давно немытого, и думаете, какой хороший парень. у вас возникает немотивированный интерес. Вот мерзавец давно не мылся, но так нравится. Что сделать? Ничего сделать не могу. А в чем дело? Дело в том, что вот этот вомероназальный орган, он возник очень давно еще у амфибий, когда они только выходили на сушу. Потому что надо было иметь два органа обоняния. Один для воды, а другой для суши. И потом, например, трансформировался у змей, у ящериц. Ну, видели у змей двойной язык такой? Что они им делают? Почему они так раз-раз, а потом в рот? Раз-раз, а потом в рот. Они крупные частицы захватывают, и у них есть специальные камеры обонятельные, куда они запихивают этот язык раздвоенный. Две камеры, они парные. Там обтирают его и сравнивают запахи, которые они захватили около земли. Еду ищут, обычное дело. А у нас это превратилось в систему полового обоняния у всех млекопитающих. Ну, не только у млекопитающих. То есть, это что? Запахов нет, а феромоны есть. И вот тогда и возникает тонкое чувство, которое называется любовь. То есть, у нас образуются феромоны. Где у человека? Под мышками и в паховой области. Поэтому, что? Как только в коллективе появляется девушка, которая не злоупотребляет мытьем, не три раза в день, а два раза в месяц. То есть, возникает к ней большой интерес. Почему? Потому что она пахнет половыми феромонами. И это очень неплохо. Что делают мальчики? У нас вымернозальный орган находится на перегородке, примерно 2 на 3 миллиметра, маленький. И он может депонировать запахи. Он захватывает из-под мышек обожаемый запах, депонирует его и может надолго там задерживаться. То есть, перевариваться. Поэтому обычно надо подождать пару месяцев, умернозальный орган откроется, любовь остынет. Это обычная история. То есть, у нас с вами есть специальный орган, который действует сразу на подсознание, минуя запаховый вариант. Получается, вы рекомендуете молодым девушкам минуться? Ну, если у вас хорошая цель, если у вас благородная цель, то можно и потерпеть. Если благородная цель ездит на Роллс-Ройсе последней марки, то можно и помучить. Подсознание, это когда вы ведете себя непонятно почему, но ведете так и настаиваете. Вот у малолетней девушки как раз... А как это выражается? А какая часть мозга отвечает за подсознание? Лимбическая система предыдущей лекции, я отчасти там говорил. Это то, что инстинктивно гормональная форма поведения. Это одна десятая наша часть мозга, но если и отдастся, то вы сможете наслаждаться жизнью как обычные обезьяны, то есть без всяких затруднений. Собыч, Саш, можно с этого момент подробно? Нет, нельзя, потому что это отдельная тема. У нас сегодня по чувства. Да, это другая история. Я понимаю, так вот, сейчас мы остановимся с вами, давайте, на половом органе, в умероназальном обонянии и перейдем, воспользуемся более древними, более простыми органами обоняния, чтобы оценить следующую версию Рома. Так вот, насчет чувства эмоций, здесь вопрос прозвучал про духи. Давным-давно была разработана технология для того, чтобы воспользоваться, не понимая ничего, в умероназальной системе, то есть системе полового обоняния, было давно замечено, что если воспользоваться некими феромонами, добавляя их в духе, можно добиться очень большого интереса со стороны молодых людей. Где же больше всего этих самых феромонов, которые близки к нашим подмышкам и паховым областям? Французы давным-давно это определили. Это анальная пробка кита, тоже не самое лучшее место. Ворвань, нет, нет, ворвань это другое. Анальная пробка кита, она может у самых больших это килограмм по 200 может быть. Это железа, которую есть у всех млекопитающих. Ну, собачьи, я думаю, все не ухали. Так или иначе, у кого собаки есть, они частенько ее выдавливают. А вот китовая, особенно у китов, у кашалотов, зубатых китов, она содержит феромоны необходимые. То есть это анальная пробка, ее берут еще есть такие анальные пробки у цвет, это цветин знаменитый, даже у бобра есть, бобровая струя, но это все менее эффективные вещи. Обычно французы используют амбар, они называют это амбар, экстрагируют обычно спиртом или гексаном теперь, и добавляют духи. Но в чем проблема? это очень сложная молекула. Для того, чтобы она действовала, духи должны храниться под морозилкой и очень недолго, несколько месяцев. Иначе, надушившись ими, девушка рискует вызвать не обожание, а импотенцию, потому что пахнет уже, это уже не амбар, а амбре. От нее идет, и обычно идешь в метро, и просто там голова кружится от протухшего амбара. видимо, бабушка еще оставила на этой, на полочке в ванне плюс 30, протухает примерно через 4 недели. А он стоял, видимо, 40 лет. Нет, это в Америке и в некоторых штатах, потому что там простодушные африканцы насиловали просто недалеких модниц. Вот и все, массово. Ну, причем модницы не жаловались, обращаю ваше внимание. Африканцы тоже жаловались. Нет, жаловались в основном мужья, ну вот, а так не было такого. То есть, вот в чем дело, то есть, да, можно использовать амбар, можно и цеветин, можно использовать даже бобровую струю, но для этого это все должно быть свежим. Это очень трудно сохранить. Ну, вот, приведу пример. вот французские духи, опиум, ну, вечерние. Для чего это вонище от них сделано, вообще ночные вот эти духи? Они маскируют запах цеветина и амбра. Он пахнет, как подмышка у бомжа. надо что-то делать с этим запахом. Он действует хорошо, но воняет жутко, поэтому они вот маскируют разными там безумными запахами, очень резкими. На самом деле это вопрос маскировки. А мускус он туда же? Туда же, да, это все одно и то же. Но мускус он слабенький, даже по сравнению с цеветином. Ну, цеветы это такие кошки с длинным хвостом, такие полосатенькие, их берут за хвостом, вычищают тональную железу и в рогах, в коровьях, потому что они окисляются, доставляют во Францию. Ну, в общем, дело не хитрое, но жульническое. Так вот, вот эта система обонятельная, о которой я говорю, вомерназальная и основной орган обоняния, они очень разные у разных животных. Есть большие обонятельные и большие вомерназальные. Есть наоборот. Ну, приведу пример, так, чтобы вы понимали опасность. У быка 5 сантиметров в омерназальный орган, а у нас 2 миллиметра. Понимаете, да? Что бык в охоте, унюхав коровку, может натворить бед. Ну, в общем, это и понятно. То есть, это один из основных инструментов полового поведения в животном мире. Вот, собрались олени, носятся, чего они не поспаривались и не разбежались, чего они месяц носятся, как у горелой. Что они там решают между собой? Что у них там? Госдума, что они там? Ничего они не могут решить. Они синхронизируют свои половые циклы за счет обоняния. Как только в омерназальные системы сигнализируют о том, что они готовы, они начинают спариваться. И самки ходят, не рассматривают, у кого там причинное место длиннее, рога развесить. И не об этом речь идет. Они смотрят не столько на самца, сколько на его запах. И воспринимают запах, если он готов к репродукции, в омерназальный орган их подсказывает им, что надо делать. Дальше все понятно. То есть, рога вообще никакого значения не имеют? Они имеют для того, чтобы самцам между собой бодаться. Но бодаются они не для того, чтобы победить. Победить это тоже иногда бывает важно в животном мире. Но в основном, чтобы разогреть себя так, чтобы синхронизировать половые циклы, они все по-разному питаются. Они все по-разному живут. Собрались на гон и выясняют, что если самка готова, если самец не готов, здесь самка не готова, самец готова. И вот дальше месяц они пытаются синхронизировать. Разобраться, да? Да, дерутся, стимулируют, гоняются за самками, при этом ничего не получается. Долгое время. Да. Как это выглядит в реальности? В реальности, в электронном микроскопе выглядит так. Вот такая клетка, вот у нее обонятельные рецепторы. И вот здесь сидят обонятельные точки. Такие вот они как раз момент, когда такие клетки появляются активно. Плюс железы, потому что у большинства животных еще есть и железы, в том числе и жировые. Для нас, что важно, как происходит вся эта рецепция, и чего надо бояться людям. Того, что рецепция происходит вот таким образом, у нас есть рецепторные молекулы, которые могут прятаться. Это опасно, но иногда очень полезно. Например, если вы видите, что вокруг все чихают и кашляют, чуть-чуть соды можно так это вдохнуть, как кокаин. И тогда, значит, он срежет эти рецепторы, рецепторы уйдут вовнутрь, и вирусы не попадают. Это есть такие приемы. Но обычно происходит... Ну, вазелин с серебром, но засуньте в нос серебряную ложку. Но оксалиновая мазь, это что, серебро, азотно-кислое, разболтанное в вазелине? Это профанат. Нет, нет, это хорошая вещь, но потом просто обойтетные клетки надо будет 8 дней растить. Вы же втираете серебро. Почему там от серебряной ложки микроорганизм не заводится? Просто дохнутся. То же самое с оксалиновой мазью. Да, вы можете убить микроорганизмы, но при этом имейте в виду, что вы так же точно азотно-кислым серебром прижжете в свое время продавался ляпис такой. Да? Вот некоторые, особенно отчаянные, мазали там все ляписом. Тут же ткани чернеют. Потому что, что они убиваются? Это фиксатор, в общем. У нас голубая кровь серебра, да? Ну, кровь нет. Серебро – это яд. Особенно азотнокислый. Высоко токсичный яд. Я использую для фиксаторов мозгов. Для того, чтобы лучше проникало и лучше нейроны сохранились. Хороший способ сохраниться летнаст, оно, правда, в мертвом виде. Да. Значит, как это все устроено у нас? У нас вот эти клетки, они дают нерв в мозг. Там лежат железы и такие, галакриновые, апокрин, но это не важно. важно то, что есть бесконечный запас, если с ним хорошо обращаться, восстановление клеток. То есть, если вы будете аккуратно пользоваться органом обоняния, то есть, не вдыхать токсины, то обычно лет на 70 может хватить. Хотя, как вы знаете, зайдя в квартиру стариков, там как-то специфически попахивает. В чем дело? Обонятельные клетки восстанавливаются медленнее, и они уже тех запахов, которые сдают их тело и немытые полы уже не ощущают. К сожалению, это так. При этом, что что? Когда в обеде на Александре Викторовского топила серебра, тебе так заболевает? Ну, конечно, это просто раньше была борьба с инфекцией. Но сейчас уже есть много других способов. Значит, обонятельные системы у всех очень разные. Есть вот обонятельные луковицы, который прям как у кролика или как у льва торчат снаружи. Но все равно конструкции одинаковые. Здесь мы приходим как раз к фундаментальному принципу понимания, почему вы запоминаете запах виски, коньяка, рома, и почему он воспроизводится. И здесь нужно потратить там 30 секунд на то, чтобы понять, как это все работает. Обонятельные клетки отдают свои отростки в первичную обонятельную луковицу, и те передают дальше в мозг. Все чудесно. У всех одинаково. Вот эти красненькие воспроизводятся, вот эти все остальные синенькие, зелененькие, желтенькие, они постоянные. То есть у нас нейрональный состав консервативен, а вот рецепторные клетки все время меняются. Более того, у разных животных, вот, например, эхидна, кролик, крот, зеленым покрашены те обонятельные центры, которые в этом во всем участвуют. Обратите внимание, синеньким это весь остальной мозг. И у всех происходит одно и то же, одна и та же система. Сигнал приходит вот эту зелененькую обонятельную луковицу и передается даже в центре мозга, не надо их запоминать. Самое главное другое, что память обонятельная, которая как раз нам говорит, вот это я помню запах там, артбек, допустим, вискарь, точно его воспроизвожу, она связана с тем, что мозг единственный орган чувств в обонянии возвращает сигналы. То есть информация хранится в огромных структурах мозга вне обонятельной системы, но они возвратно передают туда сигнал. Вы знаете, вы приехали в знакомое место, вдруг вам запахло. Вроде похоже, вы глазами увидели, и вдруг запах прям вот нахлынул. Запах детства. Да, запах детства. Ну, кто в него впадает, там проще. Но вообще это, да, тоже есть. В чем дело-то с этим запахом? Дело в том, что он хранится, информация хранится внутри мозга, передается в обонятельные центры, первичные, это очень важно. И вам кажется, что вы его реально чувствуете. Вот если вы будете тренировать вкусовые и обонятельные центры, то будете получать удовольствие. Можно даже сымитировать запах просто за счет памяти мозга. то есть он обратно вызовет у вас те же самые запаховые ощущения. Вот эта странная штука работает, используя почти все мозговые центры. И они у человека не очень большие. Вот реальный мозг. Девица пониженной социальной ответственности. Это важно, потому потому что мозг у молодых хорошей сохранности, как здесь. И то, видите, кисты есть. Пила, наверное, ассистинскую водку в больших количествах. Ну, обычно спазм сосудов и гибель нейронов. Это не восстанавливается. Так вот, но здесь видно, по сравнению с тем, что я вам только что показывал, обратите внимание, какого размера обонятельной луковицы. Вот в них приходят как раз клетки, отростки клеток, которые и являются обонятельными. То есть у нас, на самом деле, вот здесь, на глазничной части находятся вот эти самые обонятельные луковицы. И от них свешиваются как такие ниточки, отростки нервных клеток, которые сидят в носу. Вот прямо отсюда сюда. Примерно 3 сантиметра. Поэтому через решетчатую кость проходит. Поэтому нужно время, чтобы появившаяся новая обонятельная клетка вросла, и она приходится самой растить свой отросток в мозги, вот в эту штуку. По-другому обоняние не восстанавливается, поэтому уходят месяцы. А иногда и годы, чтобы восстановить в прежнем объеме. А так, в общем-то, у нас, по сравнению с теми животными, которые я показывал, сравните. Здесь полмозга за обоняние отвечает. все это зеленое. А у нас позор джунглям. У нас вот обонятельный луковицы, обонятельный тракт, вот этот малюсенький зелененький бугорок, и там вторичные обонятельные ядра. Вообще ни о чем. Но все равно это сама адекватура нечез, который позволяет мозгу восстанавливать. Но он позволяет запоминать запахи, и то у него нет ресурсов для запоминания запахов, то есть обратным ходом только. Что что? Где то место в мозгу где мы запахи запоминаем. А, да, это очень много мест. Делал, вот в этом-то вещь фокус. Второй вопрос. Как мы запоминаем запахи? Вот как мелодию, например, как ноты, которые... Нет, 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 не так. А по какой структуре наш нос запоминает запахи? У нас запахи, у нас все хранится одинаково абсолютно. У нас... Вот мы понюхали что-то, Да. Мы идентифицировали запахи смеси с трех других каких-то запахов, которые нам знакомы. То есть мы запах дифференцируем на кусочки и запоминаем. Нет, 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 мы, как правило, запоминаем целиком. Я сейчас объясню. Если... А как мы тогда идентифицируем в одной с другой? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Дело в том, что любая память у нас, в том числе обонятельная, обонятельная особа, она хранится в виде системы нейрональных связей между нейронами. И там бегает сигнал. Вот представим себе, что вы нюхаете что-то. У человека в день образуется на каждом нейроне три связи. Нейронов примерно, которые вовлечены в обонятельную память, около пяти миллиардов. Значит, у вас образуется 15 миллиардов новых связей. Если в момент нюхатости у вас образуются связи, у вас этот запах переходит в долговременную память. Если нет, то он формируется на старых связях и быстро забывается. если у вас большой обонятельный опыт, как у Сомелье, то вы запомнили эту систему связи. И если вы в следующий раз пробуете унюхать то же самое, распознавание возникает тогда, когда на эти же связи накладывается новое впечатление. И вы тогда сравниваете что у вас в мозге происходит. Вы просто сравниваете циклы памяти, которые работали на старых дрожжах, то есть на старых обонятельных впечатлениях. Если они совпадают, то говорят, ой, я все там. А если я нюхаю, он цель на новую правду. Тогда надо его нюхать долго, чтобы запомнить, чтобы это сложилось в виде долговременной памяти. Продолжение следует...